Аделина Мингазова, директор благотворительной общественной организации «Детям». С большим удовольствием предоставляю слово Аделине. Всем привет! Меня зовут Мингазова Аделина, я директор благотворительной организации «Детям». У нас два основных проекта. Первый проект – это больничные дети. Мы дежурим с детьми и сиротами в больнице города Казани. Предоставляем нянь и на нянь регулярно собираем пожертвования. И второй проект – это ипотерапия, лечебная верховая езда для детей с инвалидностью. И как уже сказал Андрей, очень много на различных форумах, обучающих всяких семинарах и так далее, в основном, как привлечь, как найти, как там сделать платежную систему и вот это все. Но вот честно, я вот за 10 лет своей работы очень мало, можно сказать, почти не видела, как правильно вообще учитывать эти финансы, как правильно их вести. Я имею в виду не бухгалтерский учет. Бухгалтер – это вообще совершенно отдельно. А именно, вот мы собрали деньги, и для того, чтобы принять правильное управленческое решение, нужно понять, из каких источников мы собрали эти деньги, сколько мы собрали, куда потратили. У нас сайт хорошо работает, привлекая деньги, либо у нас там лучше работают, не знаю, СМСки и так далее. И долгое время я пыталась все это вести вручную, в табличках, Excel, Google Документы и так далее. И это был, господи, это ужас вообще, потому что, во-первых, это нужно каждый день сидеть в этих банковских выписках, это все крыжить, это переносить это вот в этот Excel или Google Документ. Ладно, ты там все свел и так далее. Если ты каждый день это делаешь, еще более-менее нормально. Но, когда бывают какие-то загруженные дни, или там я уехала куда-то в командировку, и бац, несколько дней я не вела, и все. Это, считай, все потеряно, потому что уже за несколько дней это все подбивать, но сил никаких нет, и потом, ну, это невозможно, и все данные уже становятся кривыми, косыми, и никакого смысла в этом нет. И, соответственно, ну, в принципе, у меня долгое время весь этот учет, он был вообще здесь в голове. Это значит, что его вообще нет, да, и где-то на обрывках, листочках и так далее. А весь ужас и чувство вины какой-то дурацкий руководитель приходит, когда конец года, и надо вообще что-то посчитать. Откуда и сколько у тебя денег пришло, и ты понимаешь, что ты что-то посчитать-то не можешь, кроме того, что там взять эти выписки и посмотреть. Вот, и доведя себя до какого-то вообще совершенно ужасного состояния, что какой я дурацкий руководитель, я все-таки решила начать искать. Думаю, ну, наверное же, есть люди, которые точно так же не любят эти все таблички и приходят в ужас. Наверное, что-то должны придумать уже в наш 21 век. И действительно, оказывается, уже все это придумано. Есть куча различных программ, которые автоматизируют все это дело. Я протестила несколько программ, и вот сегодня я хочу рассказать об одной из них. Она называется Odesk. Эта программа мне понравилась больше всего, потому что она достаточно простая в интерфейсе, интуитивный интерфейс, потому что я вообще не программист вообще ни разу, и все вот эти вот технические новшества – это все для меня на самом деле достаточно тяжело. Приходится самой во всем этом разбираться. И мне важно, чтобы это было просто понятно раз, два, три, чтобы была техническая поддержка, там отличная совершенно техническая поддержка. Когда ты что-то не можешь, ты пишешь в чат, тебе тут же отвечают, плюс очень много различных обучающих видео и так далее, чтобы понять, как пользоваться этой программой. Я, чтобы было наглядно, сейчас хочу включить презентацию. Мне нужно как? Нажать демонстрацию экрана? Да, Далина, вы можете нажать демонстрацию, и мы должны увидеть ваш экран. Так, вот, я нажала, видно? Да, видно. Так, а только почему-то… Так, вот давайте начнем. Так, вот, рабочий стол, с чего все начинается. На этом рабочем столе, как мы видим, вот у меня за прошлый год, слово выручка, понятно, что это привлеченные средства, расходы, это то, что мы потратили. Что здесь удобно? Что здесь в один рабочий стол можно свести несколько счетов, если у вас есть несколько. Вот у меня четыре счета. И вот здесь вот они все, можно по одному счету посмотреть, можно по всем, можно выбрать период, там, прошлый год, месяц или там квартал. Все это очень наглядно. Следующий слайд. Одна из очень самых классных вещей, что здесь можно сделать интеграцию с банками. К сожалению, не со всеми, но вот такими вот федеральными, как Сбербанк, Тинков, Альфа-Банк. Что это значит? Это значит, что вам не нужно вручную подгружать эти выписки. Делается интеграция, и в программу каждый день, 8 утра, подгружаются банковские выписки. Вручную ничего делать не надо. Так как не все, к сожалению, банки можно подключить. Вот у меня один из банков, я делаю вручную. Но это не составляет большого труда, там, каждый день или за какой-то период, там, раз в неделю подгрузить туда выписку. Дальше. После того, как подгрузилась выписка, вот эти вот, чтобы не разносить, как это вот в табличках Excel, Word и так далее, не Word, а Google документы, здесь можно автоматизировать разнос различных статей. Каждый день, каждую неделю плюс-минус вы совершаете одни и те же платежи. Да, вы платите зарплату одним и тем же людям, вы оплачиваете там канцтовары в одной и той же фирме условно. Вы задаете определенные правила. И когда программа видит этот расход, она уже сама разносит его по определенной статье, которую вам нужно. То есть уже вручную это делать не нужно. Вот здесь вот у меня, например, на слайде разнесены платежи по поступлениям. Я сделала разбивку. Вот эта разбивка, она может быть у каждого своя, кому как удобнее. Вот здесь, например, пожертвования физических лиц. Я сделала разбивку посмотреть, что у нас приходит через сайт детям. Вот это вот одна разбивка. Дальше идет поступление пожертвования физических лиц на расчетный счет. Это когда они делают через, с помощью реквизитов. И по второму сайту, сколько у нас идут платежей. И когда вот я сделала за год вот эту вот разбивку, я на самом деле очень удивилась. Мне казалось, у меня в голове было, что у нас мало приходит пожертвований, которые платятся физическими лицами с помощью реквизитов. А оказалось, совсем нет. То есть гораздо большая цифра оказалась, чем я думала. То есть когда вы все это автоматизируете, у вас могут вылезать различные вещи, о которых вы даже не задумывались. Или вы наоборот думали по-другому, что у вас на самом деле совсем по-другому. То же самое можно сделать по расходам. Это очень удобно. Когда программа разносит все доходы, расходы по определенным статьям, она автоматически может строить различные, очень нужные нам отчеты. Вот это вот для меня один из главных отчетов – это движение денежных средств. Здесь вот я вывела. То есть, соответственно, мы видим, сколько, когда, по каким дням, месяцам, годам у нас приходит. И по каким источникам. Можно выводить прибыли и убытки. Можно делать анализ расходов. Тоже очень интересный отчет. То есть это все автоматически там строится. Вам самому ничего делать не надо. Следующая очень важная для нас функция – это возможность бюджетирования. То есть вот здесь я построила план на год. Фандрайзинговый план. Сколько, по каким проектам, по каким источникам я буду привлекать денежных средств. И вот здесь вот факт, он подтягивается автоматически. Здесь просто у меня не заполнено, но он идет автоматически, если вы настроите. Это безумное количество времени экономит. То есть посмотрели за две минуты, выполняете вы план на месяц, не выполняете вы план на месяц, на год и квартал и так далее. То есть уже с табличками сидеть ничего не нужно. Следующее. Тоже можно вести учет доходов и расходов по проектам. То есть у каждого из нас есть несколько проектов. И важно понимать, в какой проект, сколько мы привлекаем денег и сколько мы тратим. Очень важна эта функция, особенно когда мы делаем какие-то фандрайзинговые мероприятия. То есть здесь вот мы, например, провели какое-нибудь фандрайзинговое мероприятие. И мы понимаем под словом выручка, сколько мы привлекли, сколько мы израсходовали и сколько у нас получилось. Следующее. И вот следующее у нас для меня тоже очень важная функция для тех людей, которые все время на бегу не успевают и не всегда около компьютера. Это возможность вносить доходы и расходы через телеграм-бот. Вот, например, принесли вам пожертвования наличными денежными средствами. Ну, бывает такое, да. Вы взяли в бот, внесли, чтобы не потерять эти деньги, да, в плане, ну, понять на какой проект. Хоп, и он сам уже разнес эти деньги. Или, например, потратили вы тысячу рублей на канцелярию, вот, чтобы это тоже не потерять. Хоп, туда ему написали, он сам это все разнес. То есть, когда у меня появилась вот эта программа, она по деньгам недорогая, в районе, там, двух с половиной тысяч в месяц, я считаю, что это вполне приемлемо. Моя жизнь просто вообще изменилась. Я, ну, правда, я теперь не трачу много времени, чтобы понять, что у меня с деньгами, и принимаю уже какие-то управленческие решения не на основании того, что я думаю, да, что у меня там в голове, а на основании реальных цифр, фактов и анализа того, что есть. Упрощает жизнь. И вот, в принципе, это все, что я хотела сегодня сказать, если есть какие-то вопросы. Спасибо большое, Аделина. Сейчас мы подождем вопросиков в чат. Пока их не будет, точнее, пока их нет. У меня есть вопрос, потому что я несколько раз слышал такое мнение, что если есть бухгалтерский учет, то отдельно вести какой-то финансовый учет не нужно. Вот как будто бы есть бухгалтер, и пусть он этим всем занимается. Нет, бухгалтер, он занимается отчетностью в налоговую, да, во все эти инстанции, там, пенсионный фонд, страховой фонд и так далее. И бухгалтер расносит доход для расхода там по определенному, как это называется, я забыла у них эти. Боже. Ну, в общем, у них свои там правила есть, да, операции. И на основании бухгалтерского учета вы не примете управленческие решения принять, ну, невозможно. Невозможно понять по бухгалтерскому учету, насколько у вас хорошо сработала фондрайзинговая акция, или же насколько у вас хорошо или плохо работает сайт, насколько вы хорошо или плохо привлекаете деньги через соцсети. А вот с помощью управленческого учета, когда вы вот эти вот доходы, расходы группируете в различные статьи и анализируете, это все можно понять. Перевесить это на бухгалтера, ну, слушайте, я думаю, что либо это будет стоить достаточно дорого, да, либо бухгалтер, ну, скажет, что, слушайте, нет, я на это не подписывался, и сами там делайте это. Понятно, спасибо. Есть вопрос, вот глобальный, как вообще такой учет может повлиять на фондрайзинг, и более конкретный, можно ли ставить план фондрайзеру на месяц, например, вот в такой программе? Я думаю, что, конечно, можно ставить, это все от вас зависит, какие у вас там, ну, какие у вас правила в организации, там можно с помощью этой программы сделать бюджетирование, например, по вот этому проекту, по проекту ипотерапия, нужно привлечь в месяц там 200 тысяч рублей. Вот вы туда эту программу вбили, и у вас автоматически собирается факт, да, собрали вы или не собрали. А можно там, например, сделать анализ источников дохода и посмотреть, сколько пришло с рассылки, сколько пришло там из кнопки сайта? Да, вот я как раз так и сделала, то есть там просто вбиваешь определенные правила, все это там есть, обучающие видео, как это сделать, и у меня вот есть в анализе, да, сколько у меня через сайт приходит, через сколько у меня денег приходит через второй сайт, сколько у меня приходит денег через эквайринг, да, через систему быстрых платежей, сколько у меня денег приходит просто, когда люди по реквизитам перечисляют, сколько у меня денег приходит от юрлиц. Это все очень там хорошо автоматизируется и спокойно. А вот вы сказали, что есть интеграция с Телеграм, а почему все-таки вот именно ADESC вы выбрали? Были ли какие-то еще варианты программ? Да, вариантов достаточно много, я сейчас на память их все не помню, я знаю, что есть программа, они в марте вывели на общий рынок, LemonPay, по-моему, называется, специально для НКОшек, по управленческому учету. Плюс-минус, я смотрела, плюс-минус, они очень похожи, все эти программы, но вот мне очень понравился интерфейс, очень понравилась техподдержка, что очень быстро отвечают, то есть это такой личный выбор, но можно, конечно, и другие программы использовать, они там не хуже, не лучше, а каждый использует то, что ему ближе по каким-либо субъективным факторам. Понятно. В общем, лучше использовать какую-либо программу, чем Excel, да? О, Боже, у меня наконец-то перестал дергаться глаз от этого слова Excel, сейчас я не использую никакие Excel, и слава Богу, я ушла от этого. Спасибо большое. А вот я видел, что у нас в чате, когда Анастасия спрашивала, руководители или наемные фондрайзеры, был большой отклик, что много руководителей. Вы можете, пожалуйста, просто сказать, насколько должен быть вовлечен руководитель вот в такой учет, то есть прям каждый день или ему достаточно раз в недельку зайти, посмотреть, что там происходит? Ну, мне кажется, руководитель обязательно должен быть включен. Вопрос, как часто и сколько, это зависит от того, что, как построена система внутри организации. То есть если у меня нет своего фондрайзера, другого человека, то, конечно, я стараюсь заходить как можно чаще, каждый день, через день, чтобы смотреть аналитику. Если, например, у меня есть команда фондрайзеров или отдел фондрайзеров, то я думаю, что там раз в неделю просто одним взглядом посмотреть, что вообще творится на счетах, и там же графики очень удобно строятся, и что очень классно, можно посмотреть, программа анализирует, приближается ли кассовый разрыв. Это вот тоже очень важная функция. Да, то есть глянуть, все, в принципе, там в зеленой зоне условно, значит, все хорошо. Если там приближаемся к какой-нибудь красной зоне, значит, уже, ну, собираем команду, что-то там решаем, что делать. Например, внеплановую фондрайзинговую акцию. Огромное вам спасибо, что вы поделились с нами прямо скриншотами, примерами, и все открыто нам показали. Это очень ценная информация. Я думаю, что все будут смотреть в записи и в презентации. Вот, большое вам спасибо. Мы вас отпускаем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok